Летучие мыши Итак, летучие мыши. Чем они так интересны? По большому счету, почему сейчас изучение этих млекопитающих находится на острие не только зоологии, но еще и молекулярной биологии и медицины в том числе. Во-первых, летучие мыши – это единственные млекопитающие животные, которые способны к активному длительному полету. Других таких нет. Во-вторых, как это ни парадоксально, около 25% мировой фауны млекопитающих – это летучие мыши. Я имею в виду виды. То есть, 4000 видов – это млекопитающие в целом. Из них более 1000 видов – это рукокрылые. В том числе и для Беларуси. То есть, представьте себе, что каждый четвертый вид млекопитающих в нашей стране – это летучая мышь. А часто ли мы их видим? Вообще, летучие мыши – здесь я прошу прощения за небольшое количество научной терминологии, но тем не менее, все летучие мыши делятся на два больших подотряда. Это летучие мыши – мегахероптеры или крыланы, обитатели Старого Света. О крыланах мы обычно вспоминаем, когда речь идет о летучих мышах, у которых размах крыльев полтора метра. К счастью или к сожалению, они питаются только фруктами. В Беларуси они не живут. И микрохероптеры или настоящие летучие мыши – это, собственно говоря, все наши белорусские виды. Что нам о них нужно знать? Когда речь обычно идет о том, что летучие мыши являются резервуарами и переносчиками ряда опасных вирусных заболеваний, таких как атипичная пневмония, таких как лихорадка, эбола и так далее, в этом случае речь практически всегда идет о крыланах. То есть о тех самых милых, фруктоядных летучих мышах, которые живут в Китае, которые живут в Индии, которые живут в Индонезии и так далее, и которых, к сожалению, местное население этих стран употребляет в пищу. Из-за чего и возникают эти все болезни. Чем интересны летучие мыши в принципе, чем они сильно так отличаются от всех остальных млекопитающих? Во-первых, как я уже говорил, это способность к активному полету. Во-вторых, многие об этом не знают, зимняя спячка в умеренных широтах и гипотермия. Гипотермия. Что такое гипотермия? Это совершенно уникальное явление, аналогов которому практически нет. Животные могут снижать температуру своего тела до температуры окружающей среды. Хотя они такие же теплокровные, как и мы, по большому счету. То есть, если зимой в убежище, где спит летучая мышь, 5 градусов, плюс 5 градусов Цельсия, то температура тела у нее будет соответствующей. Третья особенность – это совершение сезонных миграций. Опять же, многие не знают, но летучие мыши, как и птицы, некоторые виды улетают от нас, как правило, в юго-западном направлении и возвращаются весной. Ориентация в пространстве с помощью ультразвука. Да, это так, и об этом мы поговорим немножко позже. Долгий срок жизни относительно других мелких млекопитающих. Это действительно феноменальная вещь, поскольку существует очень такое классное экологическое правило, интересное. Чем меньше млекопитающее, тем меньше оно живет. Грубо говоря, слоны живут дольше мышей. Люди тоже живут дольше мышей. Летучая мышь, несмотря на свои маленькие размеры, может жить до 43 лет. Это максимальный зафиксированный возраст в настоящее время. Специфическое размножение, об этом немножечко позже. Колониальный образ жизни, об этом мы тоже поговорим. На этом слайде не отображена еще одна потрясающая особенность летучих мышей. Это то, что они феноменально устойчивы к различного рода заболеваниям. Почему? Они привлекают к себе сейчас внимание медиков и молекулярных биологов. То есть путем анализа генов летучих мышей врачи и биологи пытаются понять механизм долгожительства, во-первых, и механизм устойчивости к различного рода заболеваниям, во-вторых. Первая особенность, о которой мы говорили, это активный полет. Вот здесь замечательная летучая мышка, которая пьет из поилочки. Вот такой активный полет, он может осуществляться за счет, безусловно, крыльев. Крыло летучей мыши – это перепонка, растянутая между фалангами пальцев. То есть представьте себе наши пять пальцев. Вот это большой палец, а это все четыре остальных. Таким образом, эти животные летают. Крыловая перепонка очень-очень обильна, как здесь показано на рисунке, снабжена кровеносными сосудами и нервами. Ну, кроме того, есть определенные, конечно же, особенности строения скелета, но об этом, я думаю, слушать не очень интересно. Эхолокация. Летучие мыши – это ночные животные. Как известно, ночью темно и ничего не видно, безусловно. У летучих мышей, вопреки определенным стереотипам, сложившимся у человека, у них вполне нормально развитое зрение. Но, тем не менее, они выработали уникальный механизм для ориентации в пространстве. Этот механизм называется эхолокация. То, что летучие мыши пользуются эхолокацией, поняли сравнительно недавно, то есть в 40-х 50-х годах 20-го века. Во время охоты ориентации в пространстве летучая мышь испускает ультразвук. Этот ультразвук, ну, как мы знаем, ультразвуки – это звуки, у которых длина волны выше слышимого диапазона. У белорусских видов летучих мышей, летучие мыши, ну, рукокрылые, испускают звуки, как обычно, частотой от 20 до 55 кГц. 18-20 кГц, в принципе, может слышать ребенок. Взрослый уже очень редко. Ультразвук отражается от жертвы, либо от препятствия и улавливается ушами. В принципе, если мы поймаем этот ультразвук, запишем его и обработаем при помощи специального программного обеспечения, мы получим вот такую штуку. Почему вообще ультразвуки улавливаются? Дело в том, что в Беларуси, например, летучих мышей около 20 видов, и каждый из этих 20 видов испускает ультразвук на своей определенной частоте. То есть, узнав частоту звука и характер, мы можем определить вид, даже, собственно говоря, не беря его в руки. Здесь показан прибор, при помощи которого производится вот эта самая работа. Прибор называется ультразвуковой детектор. В принципе, если кто-то позвенит ключами, к примеру, мы легко сможем поймать этот звук. Я попрошу вас включить MP3-записи для иллюстрации того, что разные виды летучих мышей действительно испускают разные звуки, и действительно ночной воздух вокруг нас, он просто... Так поет подкованоз, к примеру. Следующий, пожалуйста. Это рыжая вечерница. Пожалуйста, следующий. Это что-то похожее на ночницу. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что эти звуки мы не слышим. Но, как говорилось в известном фильме, они есть. Итак, летучие мыши. Многие люди совершенно не понимают, чем питаются летучие мыши, например, в Беларуси. Я каждый год получаю несколько десятков звонков от обеспокоенных обывателей. И хочу вам рассказать вот что. Действительно, у летучих мышей самая широкая среди млекопитающих пищевая специализация. То есть, летучие мыши, в принципе, могут быть нектароядными. Любители текилы могут оценить то, что большинство видов агавы, к примеру, опыляются местными летучими мышами. Соответственно, агава существует только потому, что вот эти замечательные животные их опыляют. Летучие мыши насекомоядные. Большинство, не большинство, все летучие мыши Беларуси питаются исключительно насекомыми. Вопреки расхожему мифу о том, что они пьют кровь. Но здесь вы действительно видите мышку, которая пьет кровь. Дело в том, что в мировой фауне летучих мышей действительно есть вампиры. Животные, которые питаются кровью. Но их всего три вида из тысячи. Это во-первых. А во-вторых, они обитают только в Южной Америке. Они никого не кусают. Они садятся просто-напросто на спящую корову. Крупный рогатый скот. Аккуратно зубами прорезают кожу. В их слюне содержатся антикоагулянты. То есть вещества, которые препятствуют свертыванию крови. И, соответственно, кровь сочится. И летучие мыши ее слизывают. То есть ни о каком нападении на людей с целью высосать всю кровь, безусловно, речи не идет. В Соединенных Штатах, то есть в Северной Америке, обитают рыбоядные летучие мыши. Ну и кроме того, летучие мыши, безусловно, могут быть хищниками. Каждый хищник пытается съесть то, что подходит по размеру. Это, кстати говоря, наш вид. Это гигантская вечерница. Самый крупный вид летучих мышей в Беларуси, который совершенно случайно съел синичку. Но, я повторюсь, летучие мыши в Беларуси питаются исключительно насекомыми, кроме вот таких вот случаев. Но к этому способны только самые крупные особи самых крупных видов. Обычно зверьки настолько маленькие, что они даже не могут прокусить кожу на пальце у человека. Жизненный цикл у летучих мышей достаточно интересен и достаточно пикантен. Рождение. Рождение обычно происходит в конце июня, начале июля. Это как раз то время, когда обеспокоенные люди начинают звонить и говорить, ох, какой ужас, у меня внезапно на чердаке запищали летучие мыши. Затем детеныши становятся на крыло примерно в течение июля, развиваются они очень быстро. Затем происходит спаривание. Спаривание не у тех детенышей, которые родились в этом году, а у более старших особей. И самое интересное, после спаривания наступает зимовка, а уже после зимовки роды. То есть сначала спаривание, потом зимовка, и только затем наступает беременность и роды. Обычно спаривание происходит осенью, зимовка, соответственно, зимой. Роды в конце весны, начале лета. Затем идет выкармливание молодняка, затем спаривание, и весь этот круг, соответственно, замыкается. Вот примерно таким образом выглядят малыши. Новорожденные летучих мышей. Несколько лет назад мне повезло, и вот эта самка... Ну, короче говоря, вот эти руки в перчатках на фотографии, они мои. Эта самка родила буквально у меня в руках. Это было потрясающе. У нее было два детеныша. Это один из самых распространенных видов летучих мышей, зимующих в Минске. Это двуцветный кожан. Итак, вот тот же самый милый новорожденный кожаненок. В тропиках они размножаются круглогодично в умеренных широтах, в которых живем, в том числе и мы, в теплый сезон. Самки образуют материнские колонии. Это совершенно интересная вещь, поскольку для развития детеныша и для нормального хода беременности необходима высокая температура. Поэтому животные, во-первых, поселяются в хорошо прогреваемых местах, а во-вторых, образуют большие скопления. То есть, фактически они прижимаются друг к другу. В материнских колониях нет никого, кроме матерей и их детенышей. То есть, самцы живут совершенно отдельно и никакого участия в воспитании молодежи не принимают. Кроме того, они вообще не допускаются в материнские колонии. Способны летать и охотиться с детенышем у груди. Да, это так, действительно. Периодически самки летучих мышей с двумя детенышами, которые присосались к груди, просто летают и охотятся. И низкая плодовитость. Это очень нехорошая вещь, на самом деле, потому как летучие мыши рождают малые детеныши. У них буквально один-два детеныша в год. Соответственно, не каждый из этих детенышей выживает. И это один из факторов, одна из причин того, что летучие мыши сейчас практически во всем мире относятся к охраняемым и исчезающим животным. Ну вот, здесь представлена такая классическая материнская колония, такое замечательное зрелище. Но я думаю, что многие бы этого не оценили, найдя у себя на чердаке. Безусловно. Миграции и зимовка. Как я уже говорил, некоторые виды летучих мышей в Беларуси улетают в юго-западном направлении, то есть это обычно Чехия, Австрия, Болгария, Румыния и Греция. Зимуют там. Некоторые виды остаются зимовать у нас. И в отличие от материнских колоний, для зимовки летучим мышам необходима стабильно низкая температура и стабильно высокая влажность. И, соответственно, зимуют они у нас в подвалах, в погребах, в овощехранилищах, в межстенных пространствах. Очень часто зимуют на балконе. Чем приводят в радостное возбуждение жильцов этой квартиры? Ну и, как я уже говорил, у зимующего животного температура тела соответствует температуре окружающей среды. То есть летучие мыши снижают температуру своего тела до диапазона от 0 до плюс 5 градусов. Примерно так. Если вы, кстати, нашли летучую мышку зимой, то оптимальное место, куда вы можете ее положить спать, это верхняя камера вашего холодильника. То есть не морозильник, а просто то, где вы храните сыр, колбасу и прочие вещи. Высокая продолжительность жизни. Безусловно, очень интересная вещь. Здесь представлен ряд гипотез, которые мы не знаем, почему летучие мыши живут так долго. Феноменально долго. Здесь представлен ряд гипотез, то есть предположений, пытающихся объяснить, в чем дело. Итак, инфекционно-иммунологическая гипотеза. Попросту говоря, летучие мыши мало болеют, поэтому живут долго. Метаболическое. Мы знаем, что такое метаболизм, это обмен веществ. Соответственно, когда мы спим, обмен веществ у нас меньше. Летучие мыши спят большую часть года. При этом температура их тела очень сильно снижена. Соответственно, живут они дольше. Фото биохимическое. Летучие мыши ночные животные. Соответственно, на них не действует солнечный ультрафиолет и не вызывает онкозаболеваний. Репродуктивное. Ну, это такая экологическая закономерность. Обычно животные, у которых мало детенышей, долго живут. И наоборот. Животные, которые рожают много детенышей, живут мало, у которых мало детенышей, живут много. И поведенческая. Самая интересная гипотеза, она мне очень нравится. Она говорит о том, что большинство хищников не охотятся ночью. И, соответственно, летучие мыши живут так долго, потому что их никто не ест. Эволюция. Что иллюстрирует данный слайд? В принципе, о эволюции летучих мышей известно очень мало и очень немного. Известно лишь то, что они появились примерно в эоцене. И их эхолокационный аппарат появился примерно вместе с ними. Но в целом проблема настолько животрепещущая, что когда нашли скелетик вот этого Ихтионикториса и Кароникториса, точнее, то, собственно говоря, его даже нарисовали на обложке журнала Science. То есть Nature. Прошу прощения. Знатоки мне тоже подскажут, что Nature, пожалуй, это самый рейтинговый журнал о естественных науках в мире. Факторы угрозы для летучих мышей делятся на две большие группы. Во-первых, факторы могут быть естественными. Низкий репродуктивный потенциал. О чем мы с вами говорили, у летучих мышей рождается очень мало детенышей. Не все детеныши выживают. Соответственно, их популяции постоянно сокращаются. Это, если я не ошибаюсь, фотографии из австралийского центра по реабилитации летучих мышей. Там действительно вот с новорожденными мышатами делают вот так. Ну и, собственно говоря, один из естественных факторов появился сравнительно недавно, так называемый синдром белого носа. У зимующих животных разрастается плесневый грибок, геомицис. Соответственно, он забивает дыхательные пути, разрушает ткани, животные погибают. Самое интересное в том, что животные погибают главным образом в Северной Америке. У нас в Европе есть этот самый геомицис, но оказывается, что наши летучие мыши к нему уже устойчивы. И самый главный фактор угрозы для летучих мышей, безусловно, антропогенный. Тот, который исходит от человека. Во-первых, использование пестицидов. Пестициды едят насекомые, насекомых едят летучие мыши. Вся эта гадость накапливается у них в тканях, и они в итоге погибают. Филеология и туризм. Если вы помните фильм «Неудержимые 2», если я не ошибаюсь, да, помните? Определенная часть фильма проходила в пещере. Это, если я не ошибаюсь, та самая пещера, это пещера-девяташка. В пещере-девяташка обитала колония в несколько тысяч особей. Возможно, несколько десятков тысяч особей. И несмотря на возражения болгарских экологов, девяташка находится в Болгарии, все-таки прошли съемки, и колония очень сильно сократилась. Безусловно, летучие мыши зачастую живут в древесных дуплах. И, соответственно, вырубка леса и то, что у нас называется санитарными рубками, очень сильно вредит рукокрылым, поскольку просто-напросто уничтожает их убежище. Последняя угроза – это такой очень скользкий момент. Все мы сейчас говорим о экологической энергетике, да, то есть не нужно АЭС, не нужны ГЭС, там нужны ветряки, то есть ветроэлектростанции. Дело в том, что в Беларуси этой проблемы как бы нет, поскольку ветряков у нас очень мало. Но в Нидерландах, в Дании, на северном побережье Германии, где ветряки занимают огромное пространство, они являются причиной гибели десятков тысяч птиц и летучих мышей, которые гибнут там на зимовках. Механизмы гибели птиц и летучих мышей на ветряках совершенно разные, но мы на этом не будем останавливаться. Если кому-то интересно, потом зададите вопрос. Невидимые соседи. Действительно, летучих мышей довольно много вокруг нас, но совершенно небольшое количество людей может сказать, что они видели этих животных. Летучие мыши могут жить практически, ну вот смотрите, в любой щели размером 2-2,5 сантиметра. На этой картинке показаны возможные места жизни летучих мышей, да. Как говорит кто-то из зала, везде короче, да. Бояться этого не стоит. Летучие мыши дают о себе знать только в период выведения потомства. Они живут в деревянных домах на чердаках буквально только два месяца в году, и они не приносят абсолютно никакого вреда. Суеверия и предрассудки. Так уж получилось, что в Европе и в Соединенных Штатах летучие мыши, они, как животные, очень необычные, очень редкие, да. Животные, которых мало кто видел, которые очень сильно отличаются по внешнему виду от всех остальных, всегда были окружены массой суеверий. То есть это вампиры, кладбища. Ну, в масс-культуре, конечно, здесь уже идет 50 на 50. Все-таки Бэтмен нам очень сильно помог в этом плане. Это буквально то, что я слышал, что мне рассказывают по телефону. Несколько десятков раз в год. То есть это грязные животные, которые переносят много заразы, переносят бешенство, это плохая примета, грызут крышу, проводку, садятся на голову, начинают пить кровь, цепляются в волосы и так далее, и так далее, и так далее. Однако в Китае. В Китае летучая мышь, в принципе, считается символом удачи. Пять летучих мышей, соединенных в круг, вот на этой тарелочке, по-моему, обозначают пять главных добродетелей, пять благ, которые может получить человек в течение своей жизни. Собственно говоря, вот эти пять мышей, соединенных в кружочек, стали эмблемой британского фонда Bad Conservation Trust. И, в общем-то, мотивы летучих мышей в Китае можно найти везде. На посуде, на каких-то украшениях, на почтовых марках. Кроме того, на некоторых лотерейных билетах печатают изображения летучих мышей. Считается, что эти лотерейные билеты однозначно будут выигрышными. То есть, в Китае летучая мышь – это символ удачи. И сейчас мы с вами поговорим о такой теме, которую, как говорят, я бы предпочел не касаться 13-футовой палкой. Рукокрылые и бешенство. Безусловно, летучая мышь, рукокрылые – это млекопитающие животные. Все млекопитающие животные, без исключения, могут являться носителями бешенства. Но в случае с летучими мышами есть несколько нюансов, о которых нужно знать всем. Мы все знаем, что существует несколько семейств вируса бешенства. Условно говоря, зелененьким обозначено классическое бешенство. Летучие мыши переносят классическое бешенство в Северной и Южной Америке. Здесь есть еще куча вирусов, которые нам не нужны. Но в Европе распространен так называемый «Керапенбатлисавирус», то есть вирус бешенства летучих мышей. Они не являются в строгом смысле носителями классического вируса бешенства. Позвольте я поясню эти два графика. На левом графике бешенство у диких животных и бешенство у домашних животных. Ну, в общем-то, закономерность определенная есть. Так ведь? Вот на этой кривой зависимость бешенства рукокрылых, точнее отсутствие зависимости, и случай регистрации бешенства у человека. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения. И что, в общем-то, можно сказать о вирусе бешенства у летучих мышей? Передача вируса от летучих мышей другим наземным животным встречается крайне редко. Собственно говоря, вирусу бешенства присуща такая штука, как агрессивная стадия. То есть бешеные собаки агрессивны, бешеные коты агрессивны, бешеные лисицы агрессивны, летучие мыши не агрессивны. То есть бешеная летучая мышь, даже если она живет у вас на чердаке, она никогда на вас не нападет. Колонии летучих мышей не должны уничтожаться, так как через некоторое время они могут стать резистентными, то есть устойчивыми. В любом случае больное животное, оно не кусает всех своих коллег. Но тем не менее, оно немножко может поцарапать когтями или ослюнить что-нибудь, да? И таким образом животное в этой колонии естественным образом вакцинируется. Мы знаем, что вакцина это не что иное, как ослабленный или убитый возбудитель. Таким образом вся колония становится устойчивой к данному вирусу. Ну и, соответственно, уничтожение может привести к нарушению баланса в колонии и непредсказуемому распространению вируса. Такие позитивные колонии необходимо периодически проверять безопасными методами и отмечать зараженных животных. В Голландии, например, существуют колонии, в которых циркулирует вирус бешенства. Эти колонии расположены на чердаках домов, частных домов, обычных. И хозяева знают об этом. Но они прекрасно знают, что летучая мышь их никогда не укусит первой. Разумеется, летучая мышь укусит человека только в том случае, если он возьмет ее в руки. Поэтому, когда мы говорим о бешенстве, то нам нужно помнить только одну вещь. Если вы видите животное с нестандартным поведением, то есть летучая мышь лежит на полу и не может взлететь, то брать ее можно только в плотной перчатке. Ну и, в принципе, с дикими млекопитающими животными нужно контактировать только в перчатках. Все мы помним замечательный случай, который случился лет шесть назад, когда бабушка на Ждановичах купила хомячка, и в итоге хомячок оказался бешеным, укусил внука и так далее. Таким образом, суммируем. Бешенство рукокрылых опасно для человека лишь в ничтожной степени. Однако, необходимы определенные меры безопасности. И, подводя итог, я хочу сказать, что в Европе с 1900, если я не ошибаюсь, с 1978 года от бешенства, передаваемого летучими мышами, умерло пять или шесть человек. Европа – это регион с населением 500 миллионов. Ежегодно от бешенства, которое передается кошками, собаками, лисицами, в том числе и хомячками, умирает около полумиллиона человек в год. Ну, представьте себе. Цифры несопоставимы. Однако, просто-напросто, если вы нашли животное с нестандартным поведением, оденьте на руки перчатки. Охрана и изучение рукокрылых. О изучении мы с вами говорили довольно долго. Практически все европейские летучие мыши занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Восемь видов белорусских летучих мышей занесены в Красную книгу Беларуси. Все виды рукокрылых, практически все виды рукокрылых Европы охраняются Бернской и Боннской конвенциями, которые в том числе подписаны нашей страной. Здесь их логотипы. Ну, примерно как поступают люди в странах загнивающего империализма. У нас есть традиция вешать скворечники. У них довольно многие люди вешают бэтбоксы. Такие бэтбоксы, кстати говоря, появились уже в Беларуси. В позапрошлом году на фестивале, посвященном летучим мышам, который был организован организацией общественной паховы птушек Батьковшины, мы как раз делали такие бэтбоксы. Они сейчас висят в Лошадском парке. Ну, конечно, не такие, а деревянные. Ну и, собственно говоря, что делать, если вы нашли летучую мышь? Если интересно, то где-то там в районе барной стойки есть такая стопочка, там лежат буклеты. Несмотря на то, что они выглядят одинаково, на самом деле они совершенно разные. Да-да-да, в гардероб, говорят, закинули, и на выходе вы сможете взять. Там все это расписано гораздо подробнее. Что делать, если вам в руки попала летучая мышь? А ситуация эта довольно распространенная. То есть убедиться в том, что зверек здоров, не нужно бояться, нужно просто надеть кожаные перчатки, взять в руки, осмотреть животное. И затем можно его выпустить. Выпустить можно вечером, выпустить можно с балкона. Вы получите огромное удовольствие. Если это невозможно, если дело происходит зимой, то... Нет, нет, не в холодильник. Если дело происходит зимой, нужно звонить мне по телефону, которые указаны в буклете. Ну, в любом случае, это животное, конечно же, попадет в холодильник, а весной оно будет выпущено. Этот сайт посвящен полезным ссылкам. Ахова птушек батькуш. Если кто-то интересуется такой экологической, природоохранной деятельностью, то все знают, что они знают эту организацию. Там есть тематическая страничка с интересной информацией УЦОК. Это украинский центр Охроника Жаниф, российская рабочая группа, Евробет, сайт соглашения о сохранении европейских популяций летучих мышей, сайт международного года летучих мышей, который по инициативе ЮНЕСКО, кстати говоря, проходил в 2012-2013 годах. Ну и, собственно говоря, если кому-то интересно, то есть две группы в социальных сетях, которые мы администрируем, это Кожаны Бай Фейсбука и Кожаны Бай Контакта. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТ violent